так стоп не все сразу это то что в итоге получилось а сейчас расскажу вам о том что было изначально задумано поехали итак всем привет с вами как всегда лебедев сегодня у нас с вами не совсем обычный видос том плане что мы не будем обозревать какую-то конкретную железяку сегодня у нас полноценная сборка с новенькой 3 60ти в качестве основы которые мне по счастливой случайности удалось выцепить за более или менее адекватные деньги итак поехали 3 60ти поли дуалу c была приобретена мной магазине онлайн трейд приблизительно где-то неделю назад за 50 тысяч рублей наверное не до конца осознаю насколько мне повезло что я все же успел оставить на нее заказ а ведь он был не оплачен и до последнего момента я был уверен что его отменят однако нет заказ привезли на следующий же день ну и собственно так даже его и выкупил коробка у карты не особо большая но версия все-таки не самая топовая разумеется видюшка новая в пленочках в пломбах небольшая тонкая и довольно таки легкая однако это не говорит о высоком уровне шума или там высоких температурах самая простая 3 60ти от кей 2 было тихий холодной картой при аналогичных габаритах с как самой карты так и в системах вождения плюс-минус такие же были размеры и по весу тоже примерно то же самое что же увидим как покажет себе версия палец скажем так в боевых условиях теперь определимся с процессором знаете мы долго думали что же ставить 10 700 или 10 600 киев решили по итогу поставить 10 700 который обошел сном 21 с половиной тысячи рублей однако для игры однозначно рекомендуем брать еще сотки of новый боксовый с алика в долларах с купонами и кэшбэком ведь fps в играх он даст примерно тот же самый обойдется значительно дешевле порядка 15 тысяч рублей если конечно его правильно заказывать но стоп почему же мы выбрали тогда 10 700 а вот почему гелит g7 это кулер стоимостью внимание в 950 рублей новым в магазине не 6 а 8 якобы горячих котеловских ядер на оказалось бы копеечном кулере стоимостью меньше тысячи рублей который по словам многочисленных экспертов всех вот этих вот ваших интернетов должен расплавиться гидрени феней на тяги горящего пердака владельца переместить он его куда-нибудь на марс ну и хотя бы на венеру а вот мы увидим как все это будет на самом деле работы 7 трубок все-таки нормальная пропайка и достаточно массивный радиатор платить за это придется довольно таки спартанской установкой что в принципе не удивительно ведь кулер был выпущен достаточно давно настолько давно что он в принципе даже старше львиной доли выше упомянутых икс пердов из этих ваших интернетов очень когда вы будете от кулек ставить внимательно прочитайте инструкцию потому что если вы не той стороной поставите бэк плейт у вас материнка скрутится просто в рогальку и будет жопа вот так вот качество блока питания мы выбрали чефтек протон 500 ваттный я уверен что идут с комментаторы которые будут утверждать что этого мало что блок не вытянет то посмотрим как он там что не вытянет и тем временем перейдем к оперативной памяти это патриота беда и которые вышли 6300 рублей новые до на какой-то распродаже на индекс маркете в общем да я знаю что это в принципе не часто так получается поймать эту память и обычно нам они около девятки десятки выйдут для кого-то даже 11000 но указываем те цены которые мы за железо отдали так что вот на качестве материнки у нас выступает asus prime за 490 m за 12 200 рублей за днс новая плата кстати достаточно неплохая но об этом чуть позже чипсетный радиатор кстати тут такой стиль асуса как видите в принципе ничего криминального просто выглядит довольно таки смешно ощущается она кстати греб поинтереснее бюджета к той же гиги или боже упаси азрака в общем за 14к было ну таким си вариантом 12к самое самое оно качестве накопителя решили поставить терабайтный белый the force доставшийся по днс к скидке за 7300 рублей за эти деньги диск просто великолепнейший альтернатив 0 у него полноценные сен 2258 то это lc все дела еще он светится и очень прикольная штука за эти деньги класса единственно что жалко что он саташный но на нвм варианты подобных скидах в принципе замечено не было так что ничего не поделаешь и самый интересный самый спорный компонент нашей сегодняшней сборки так корпус называется он парки из 300 простите мистраль за 4 мэш ргб сука какое же говно то тонейшая фольга великолепнейший вот этот вот верхний выдув который явно придумали лучшие инженеры на планете земля на дешевейшие просто вертушки на моликсах просто жуть просто и аж целых три миллиметра пространства для укладки кабелей на задней стенке зато всего 2800 рублей круто да вот только за эти 2800 рублей вы получаете просто консервную банку которую ведет уже завода вот результат нашей первой попытки установить на данный корпус материнку этот тандем криво вручных стоек и боковой стенки которые просто-напросто уже повело пришлось управлять до нормального состояния вручную вишенка на торте это непонятные два пин аппендиксы заднего вентилятора который как оказывается нужен для переключения режима подсветки этих самых вентилей которых надо втыкивать кнопку ресета и получается ресетом подсветку переключать просто какое-то устройство mp4 они еще не знаю такого нигде никогда не видел это просто кошмар и от мой вам совет лучше купите нормальный кейс типа того же матрик смешания вот это вот у нас есть mb501 crgb но видос мы включили именно вот это вот чтобы предостеречь вас от покупки вот этого вот но посмотрите вот таки преодолев все тяжести неизгоды сборки в куски китайского подвального гомна пройдя сквозь долгие минутные часы звонких трехэтажных матюгов мы все-таки можем оценить результаты нашей долгой тяжелой работы снимаем пленочку и вот он наш готовый подвигом красавица предстает перед нами во всей красе со стороны кстати говоря кейс выглядит в целом далеко не так бога как изнутри да и стоит он в общем-то 3 копейки имея при этом четыре стороны вентилятора но мой совет все еще остается в силе купите себе лучше нормальный кейс чем сидеть с этим вот недоразумением мучиться и так пошла череда разгона сначала немного не понимал как плата выставляет roundtrip но понажимав кнопки и поперевирав разные версии bios я остановился на вот таком вот варианте до команд рейт-1 на данной плате функционирует причем 400 тоже работает на логичных таймингах по тому же уже примерно 1.53 вольта на память поэтому это делаю получено забил и остановился на 3866 плюс 102 и 5 шина да только 102 и 5 потому что ни 102 и 9 ни 102 и 8 не работают и ничего с этим особо сделать не получится неприятный момент хотя разница в пес между данными значениями все равно никакой не будет так что полагаю плате за 12к подобные косяки вполне можно простить вот реальный ее минус это конечно звук тут стоит слабенький 887 realtec плата нет оптического выхода так что со звуком тут все далеко не так гладко но тут опять же вариант совсем бюджетный да и у других плат за примерно те же деньги ситуации в целом не лучше теперь по видеокарте 360 она сказала средняя по удачности память ездит стабильно плюс 850 ядро ну как вы сами видите тоже погнулась нормально но не более по температурам ну 70 72 градуса при условии закрытой боковой крышки при примерно 2200 оборотов вентиляторов и 25 градусов комнатной температуры могу сказать что плане охлада версия киев и 2 было все-таки получше ну что имеем то имеем теперь у нас самое интересное наш проц в случае применения разгона по бц указ 100 до 102.5 миогерта частоты как я это к ринга как видите также выросли на эквивалентной величины то есть чуть больше чем на 100 мигерц каждая напряжение мы решили оставить в районе 1 . 25 вольт проц кстати далеко не самый удачный и как видите такого режиме наш делится вождение справляется просто отменно и безо всяких там открытых форточек и снятых боковых дверей вот вам и 8 горячих синих ядер на кульке за 950 рублей просто не надо вольтажи до небес задирать и все у вас будет нормально он вполне очевидный вещь который почему-то понятно далеко не все думается пора перейдить тестом поехали наверное шедоул арку значит слева у нас будет квад hd а справа у нас тоже квад hd но с 20 процентов рендер скейлом чтобы можно было продемонстрировать возможности нашей цепи урам системы и так поехали ну процент у нас как видите рисует вполне себе нормальные фейпис и даже с 38 с было бы на самом деле в шедоуларе нормально на рынке в общем и производительностью 100 плюс фрейма в кваде в ларке на высоко ультра оптимизированных настройках карточка выдает так что в принципе вполне можно с комфортом играть далее у нас контроль в контроле сначала я покажу вам собственно с трассировкой лучей производительность вот как видите на экране и и А теперь мы ее вырубаем, получается, и, собственно, FPS, разумеется, вырастает. Напомню, что все тесты проводятся в Quad HD разрешении. DLSS контроллер работает в пресете качества. Здесь тоже особых нареканий о производительности я не вижу. В киберпанке, на самом деле, практически все ультра, только выключал аберрации хроматические, всякое зерно, всякую вот эту вот хрень. Полная трассировка, только Global Illumination предмаксимальная, не максимальная. Ну и, собственно, вот такой вот FPS. Ну я, честно говоря, киберпанк, на самом деле, забейте вообще. То есть, вы знаете, мое мнение об этой игре, такая помойка, что кошмар. Я даже особо как бы добавил просто потому, что людям интересно, а так это забейте вообще. Итак, железки озвучены, компьютер собран, результаты в играх известны. И вот, казалось бы, уже может заканчивать видос. Однако нет, ребят. Помните, в начале видео я показал вам компьютер, который получился в итоге. И как, думаю, наиболее внимательные зрители успели заметить, он несколько расходится с тем, что было, собственно, в этом видео. Окей, я расскажу и покажу вам все. Поехали. Поехали. Так как у нас под рукой оказался MB501 с RGB, Corsair RM750, лишняя 240 Aqua и другие плашки памяти, хотя это не суть важна, они работают точно так же. Мы решили несколько пересобрать машину. Собственно, получилось примерно вот это. Я думаю, не стоит озвучивать, насколько лучше, как корпус Cooler Master MB501 с RGB, нежели PowerCase Mistral. Я не знаю, это реально колоссальнейшая разница. И практически в плане сборки, в плане кабель-менеджмента, и во внешнем видео он намного лучше выглядит. Еще у него намного лучше вентиляторы. Реально, ребят, не берите совсем уж дешевые фиговые корпуса, а потом только на помойку выбросите, возьмите себе нормальный кейс, типа того же Cooler Master. Ясно дело, что и в PSO подобных ротаций не изменился вообще никак. Соответственно, делать какие-то перетесты конкретно этого билда я смысла не вижу, но эстетически совершенно другое впечатление от компьютера, абсолютно. Конечно, тут Чеохлад изменился, тут Водянка теперь, но на самом деле даже с Гелидом выглядело очень круто. Намного лучше, чем Mistral, поверьте мне. Ладно, ребят, всем огромное спасибо, всем удачи, всем до скорой встречи, подписываемся на канал, жмем, значит, лолиточку, в скобочках лайк, в скобочках лось, в скобочках луик, ну, в общем, для кого как удобнее. Всем удачи и до скорой встречи. Давайте, ребят, впереди куча видосов, мониторы, телеки, мой комп, про свой комп сделаю видос, да, ребят? Всем спасибо, всем удачи и всем пока, давайте. Субтитры сделал DimaTorzok